Привет всем, кто смотрит это видео. Так, присоединяйтесь, присоединяйтесь вы в тир, друзья, сейчас приступим, такая интригующая отчасти тема, да, что традиционщики и ортодоксы, они типа как качки, я сейчас объясню, в чем я тут аналогию провожу, на самом деле, конечно, это кликбейтный провокационный заголовок, но прямая корреляция сейчас будет, давайте еще, ну давайте начну прямо сейчас, смотрите, в чем же, собственно говоря, похожесть, вот все мы сейчас ожидаем, не знаю, все ли не все, но я вот ожидаю, мне интересно, боя, значит, Михаила Кокляева и Александра Емельяненко, ждем, ну прям реально ждем, ведь интересно, два интересных человека, один действительно здоровенный качок, с чудовищной силой, как выяснилось, ударом, вот, и второй хороший, в общем-то, боец, так и потажный, конечно, но неплохой боец, хороший, с огромными шикарными данными, жалко, что он ими не распорядился в должной степени раньше, то есть он, конечно, много потерял, в связи с тем, что не занимался настолько серьезно, как сейчас раньше, и вот мы что ждем, сколько, я прослушал уже прогнозов разных набоей, ну, никто ничего не говорит абсолютно нового, вещь очевидная, да, что, несмотря на то, что Кокляев долгое время готовился, реально готовился, и, конечно, Александр поступил очень корректно по отношению к Михаилу Кокляеву, то, что дал ему время на подготовку, потому что, на самом деле, его позиция, что, знаете, качки тупые и не могут применить силу по назначению, она сыграет, она не проявится в полной мере, он это не сможет в должной степени доказать уже, это дело, почему? Потому что у Кокляева было времени много для того, чтобы немножечко подготовиться, то есть фактически он уже на уровне какого-то разрядника, ну, невысокого, ну, в принципе, работает в плане бокса, а учитывая габариты, все равно что-то может, если он был просто тупый качок, который никогда по мешку не стучал даже, вот тогда бы и была бы, как бы, с фишкой, но тем не менее. Так вот, у Александра Емельяненко есть глобальное преимущество, конечно, в том, что он в этом мире давным-давно вращается, опыт боев, опыт подготовки, вот, и так далее. У Михаила этого нет, он рассматривается как, скажем, качок. И тем не менее, все говорят о том, что никто не отменял лаки-панч, и ударник, если у него есть удар огромной силы, всегда имеет шанс. Вот и про Кокляева говорят, что, в принципе, шанс у него есть. Если он попадет, если попадет, то может на этом все и закончится. И, собственно говоря, подобные вещи мы видели, например, в поединках Боба-Сапа, да, когда вот эта туша огромная и выходила, и если там удавалось смять противника во первые секунды, то он, в общем-то, побеждал. Ну, или не в первые, но просто попадал, чтобы потрясти. Вот. А так обычно проигрывал. То есть это такой в мире, значит, ММА среди тяжеловесов этот мешок. Хотя он с огромной мышечной массой и, наверное, огромной силой, но шансов нет. Причем проигрывал-то он именно от ударной техники преимущественно. Его не болевыми забрали, его обычно забивали. Ну, так вот, почему же традиционщики похожи на Качков? А то, что традиционщики хорошо готовят ударные поверхности. Ортодоксы. Ну, реально. Вот. Удар у них есть, предположим. Ну, не чудовищный, но разрушительный. Ну, вот концепция действует тоже такая. Они могут победить, если попадут. Вот качок с огромной силой, если попадет, то может победить. И ортодоксальные, бойцы ортодоксальных стилей и направлений могут тоже победить, если попадут. Вот это вот если, оно очень сильно портит сам ситуацию. И вот как раз Кокляев, он как раз находится на том уровне в плане боев свободы, то есть в подготовке к свободному поединку, ровно в такой степени, как ортодоксы. То есть он никогда не дрался, ну, кроме школы, может быть. Он сейчас готовился, то есть он какую-то технику нарабатывает. Он обладает чудовищной силой, ударом. Вопрос только в том, сумеет ли он это применить, потому что он это все потренировал мало. Вот я хочу сказать, что ортодоксы и традиционщики, они, конечно, тренируют какие-то элементы поединка в виде кихоны, понкумиты, каких-то там еще полу-обусловленных, обусловленных вещей. Но они, опять же, обусловленных. То же самое, что и у Кокляева происходит. То есть уровень подготовки для ведения поединка, он довольно низкий. Уровень разрушительности техники может быть очень высоким. Очень. То есть в случае попадания, выигрыш, будем, давайте даже так рассмотрим. Если попадет, то выигрыш обеспечен. Я даже готов на секундочку принять доктрину и текинхиссацию. Вот на секундочку. То есть если попадет точно и сильно, ну, просто попадет, то все, значит, это выигрыш. Прямо на сто процентов. Вопрос, попадет ли. Вот очень трудно попасть по противнику, который не хочет, чтобы по нему попали. Легко попасть по противнику, который в обусловленной теме, в общем-то, допускает, что если он работает определенным образом, помогая вам в тренинге, легко по нему попасть. Потому что он к этому готов. Он в конечной точке сам замирает, зная, что он отработал свою часть. И теперь он обязательно должен сам их получить, потому что он должен дать своему партнеру поработать. Понимаете? Вы где-нибудь видели вообще, чтобы при отработке техники в традиционном или артоксальном карате противники друг другу мешали работать? То есть один хочет прямо вот технику провести, а другой всеми силами пытается ему этого не дать сделать. Видели когда-нибудь такое? Знаете, есть ли работа такая вообще в традиционном и в артодоксальном карате? Она существует, когда противник всячески не дает. Опять же, кроме тестов. А вот один любую технику хочет провести, а другой не дает ему технику сделать. Знаете, такой тип работы? Кто-то может скажет, знаю, мы так делаем. Ну, понимаете, это не практика все равно, не артодоксального, не традиционного карата. Не делаем так. А техника спарринга свободного, она это как раз и подразумевает. Там, конечно, тоже бывают работы по заданию, но свободный спарринг подразумевает то, что один делает все, что ему Бог на душу положит. А второй всячески не дает ему это сделать и пытается в любой момент ответить, контратаковать. Вот, например, я не знаю, чтобы в джуйпон кумите, кихон ипон кумите, не знаю, в санбонах, гахонах или прочих видах кумите викинадских стилей было такое, что один проводит какую-то технику, причем противник, ну, пусть даже знает, что от нее защищается, контратакует, а тот не дает ему ее контратаковать. И в любой момент, чуть только тот немножко неправильно сделает сам первый, сразу бьет ему по башке. Но нету этого. Соответственно, они к этому не готовы, к такому развитию событий. Более того, все начинается с определенного типа дистанции, с определенной постановки друг перед другом. То есть масса идет условностей для того, чтобы начать эту технику выполнять. Поэтому, понимаете, очень это рафинированно выглядит на самом деле. Хотя говорят, что мы готовим, чтобы каратэ такое было предназначено для того, чтобы побеждать на улице, чтобы убивать нож. Больно тренировка к этому идет рафинированно. Понимаете, если это предназначено для того, чтобы на улице побеждать и против нескольких противников, тогда и, собственно говоря, и надо заниматься на улице и практиковать поединок с несколькими противниками. А если декларируется то, что каратэ, там, это против работы с оружием, против противника на улице, против нескольких, я что-то не вижу. А как это, это так умозрительно? То есть мы, условно говоря, занимаемся человеком, так как мы это понимаем по программе предсказуемой, и это каким-то неведомым способом дает нам немыслимый уровень подготовки, с которым можно противостоять нескольким противникам, которые еще вооружены оружием. Вот откуда это? Вообще, мне это что-то непонятно. Я говорю, что я допускаю, что против одного противника, который окажется в такой ситуации, как в Кихоне-Пон-Кумите, если ему залудить промеж глаз кулаком, хорошо подготовленным, который стал как кувалда, можно противника поразить просто на раз. Я так же допускаю тот вариант, что сделать это будет очень тяжело, если нету навыка, нету навыка приблизиться к противнику, обмануть его. Если дриблинга нету такого, чтобы сделать это в любой момент, когда тебе надо, а не тогда, когда противник допустит ошибку. В общем, получается, что они очень похожи, имеется в виду это качки и традиционщики. И те, и те, значит, обладают очень сильным ударом, который способен противника повергнуть в нокаут. Могут победить одним ударом. Вопрос в том, сумеют ли попасть. Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда попадают. Бывают. Прямо, ну, реально бывают. Я даже больше всего скажу. Такая ситуация может быть и не только тогда, когда там из-под тяжка ударили, но может и в поединке произойти, когда начался размен ударами, и удары человека подготовленного, бойца хорошего, менее сильные, и они пришлись в закрытые какие-то части, то есть не принесли значительного ущерба. И человек огромной физической силы, с хорошим корсетом, с мышечным, довольно легко, без потерь, там, перенес 3-4, там, удары, ну, хорошо подготовленного бойца, и в ответ нанес один, и попал его. И на этом все и закончилось. Такое может быть, даже во время боя. Вполне, ну, понимаете, процент подобного, значит, исхода событий, он мал. Такое бывает. Ну, бывает. Кстати, очень легко они побеждают, те же-то качки, очень легко побеждают каких-то абсолютно неподготовленных хулиганов на улице, и каких-то неподготовленных хамов, которым кажется, что они что-то могут, но реально ничего не могут. То есть у них нет ни силы удара, ни техники, ничего. И тогда качок, который, там, получает хорошего пинка, там, middle какой-нибудь или еще что-то, но не паяется, условно говоря, может просто в ответку кинуть и такого хулигана поразить. Так вот, я хочу сказать, что я не вижу, опять же, разницы никакой, как бы это на улице выглядело, если бы дрался там ортодокс, который занимается подготовкой тела и ударной поверхности. Он может тоже перенести довольно безболезненно какой-нибудь удар, который пришелся не в жизненно важную зону, и нанести свой, значит, удар. Сильный, хороший, разрушительный. И на этом может и закончиться все. Запросто. Почему нет? Я и не вижу разницы. То есть, понимаете, в этой ситуации что получается? А получается, что человек, что подготовлен, что занимающийся боевыми искусствами, что человек искусствами боевыми вообще не занимающийся, ну, просто физически крепкий и сильный, имеют, в общем-то, по сути, одинаковые шансы практически. А уж если этот огромный человек, сильный физически, еще и по мешку поколачивает иногда хотя бы, понимаете? То есть, имеет какой-то навык нанесения ударов, да еще, не дай бог, он там на лапах поработал когда-нибудь, то у него шансов просто может оказаться в разы больше. Понимаете идею? Вот в чем. А вопрос, собственно говоря. Получается, уравнивается долгие годы подготовки традиционными техниками, если нету со спарринговой работы. То есть, уравнивается системик, долгие годы ходит в тренажерный зал и имеет хорошую мышечную массу. Ну, тут еще, конечно, если это затянется все событие, какую-то роль будет иметь, ну, не какую-то, а может быть самую главную, будет иметь выносливость. Вот такое еще допустимо. Ну, вот в чем, собственно говоря, и дело. А вот другое дело люди, которые постоянно занимаются кумитэм. То есть, постоянно спаррингуют на тренировках, работают как по заданию, так и без задания. То есть, свободный спарринг у них есть. У них, конечно, есть навык, самый главный, который должен быть для поединка. Самый главный навык для поединка – это чувство противника. В чем оно, прежде всего, это выражается? В двух вещах. Если эти две вещи человек осваивает, ну, вот, боец, то он становится очень хорошим бойцом. Это чувство дистанции и чувство времени, то есть тайминга, правильно. Вот если эти две вещи человек осваивает, у него может быть и техника корявая, и сила небольшая, и все. Но он будет всегда выигрывать. А эта вещь нарабатывается как в тестах, да, безусловно, но еще больше, когда это в тестах наработано. Это все нарабатывается в свободном спарринге, в поединке свободном. В учебном, в спортивном, в каком-то еще, но именно вот так это проявляется. Больше никак. Другого способа не существует, в принципе. Вот и все. Ну, что, друзья, будем ждать боя Кокляева и Емельяненко. И там посмотрим, кто там победит. И, кстати, вот знаете, когда говорят, и пусть победит сильнейший. Вот тут как раз тот самый случай, когда так сказать вообще нельзя. Тот, кто победит, в чем он будет сильнейшим? Понимаете? Никто сильнейшим в этом поединке не будет. Этот поединок выявит победителя между этими двумя людьми. И все. Но на самом деле, конечно, я говорю, все отдают отчет себе в том, что фаворитом в этом бою все-таки является Александр. Почему? Потому что у него есть опыт. Понимаете, все эксперты, имеют ли они там отношение к миру боевых искусств или нет, они говорят об одном и том же. Они говорят, конечно же, шансов больше того, кто постоянно спаррингует. Ну, то есть они говорят не то, что это спаррингует, а у кого есть опыт. Что подразумевается? Опыт чего? Опыт поединка. Вот и здесь то же самое. В открытом противостоянии двух людей, занимающихся всю жизнь боевым искусством, например, выиграет в кумите прежде всего кто? Тот, у кого есть более богатый опыт. Опыт чего? Свободного поединка. Понимаете? Они опыт там, предположим, делания ката, кихона, хотя это очень важные методы подготовки. Это методы подготовки, наработки, техники. Все эти вещи, они позволяют наработать технику. Технику перемещения, технику разворотов, технику сближения, шагов, технику приема. Но они не позволяют наработать ни тайминга, ни чувства дистанции. Вот это важно понимать. Мне кажется, что это за пределами понимания находится многих тех, кто постоянно не выступает оппонентами в том вопросе, когда говорят, что каратэ может быть классным средством для того, чтобы эффективно защищаться или вести поединок на улице. Ну, я согласен против того, кто к этому не готов, но не против того, кто к этому готов. Против лоха оно хорошо помогает, из пятишка оно хорошо помогает. Я говорю, ну это же точно так же, любой качок может, это не надо каратэ заниматься. Он тоже так же может, может из пятишка ударить или лоха ударить, и все на этом закончится. Вот в чем, собственно говоря, и дело. Я не знаю, какие методы увещевания еще применять для того, чтобы донести до людей, что главные характеристики бойца хорошего приобретаются только в свободном спарринге. Не знаю, мне кажется, что, наверное, это невозможно. Но, с другой стороны, а зачем это, может быть, и делать? Я, конечно, понимаю, что есть определенная миссия у меня в том, что я хочу, чтобы каратэ было. Чтобы оно высококлассным было. Чтобы каратэ действительно оставалось, как и раньше, когда-то давно, системой, которая может реально, реально претендовать на, если не пальму первенства, ну тут ни у какого боевого искусства пальма первенства не может быть. Чтобы каратэ претендовала и занимала достойное место в пантеоне реальных боевых искусств. То есть тех, которые могут реально противостоять любому направлению других боевых искусств. Не какому-нибудь одному, там, где борьбы нет, например. Или какому-нибудь еще, там, любому виду борьбы, любому виду единоборства без оружия. Любому. В любом смысле есть там борьба. Или нет. Пока.